Здравствуйте! Темы, затрагиваемые на уроках самопознания, самые разные, которые несут свои цели и задачи. Но самое главное в них то, что дети, обсуждая ту или иную тему, начинают понимать основные ценности жизни. Сегодня мы представим вам урок, состоявшийся в гимназии номер 35 города Алматы, где ученики пятого класса, разбирая такое понятие, как доброта, пришли к осознанию того, что очень важно дарить добро окружающему миру. Добрый день, ребята! Я рада вас приветствовать. Сегодня у нас наш урок самопознания, и сейчас я хотела бы начать наш урок со стихотворения. Ценей всего на свете доброта. Она сияет добрыми глазами, невидимо, но яркими лучами согреет и откликнется душа. Меняет свою цену красота. От времени тускнеет, будто стразы, но только как блестящие алмазы желанный лучик светит доброта. Нет ничего прекрасней красоты. Она достойна всяческих похвал, но только тот, кто доброту познал, поклонится ей низко до земли. А вот сейчас прозвучало стихотворение. Я бы хотела, чтобы вы выделили сейчас главную мысль, да, о чем данное стихотворение. Данное стихотворение гласит о доброте. Это стихотворение о доброте и о том, что какие-то поступки должен совершать добрый человек. Спасибо, ребят, большое за ваши ответы. Мне очень они понравились. Очень рада, что вы очень глубоко прониклись в данное стихотворение. Но все же я хотела бы задать вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, мы сейчас рассматривали с вами стихотворение, да, разбирали. А какая же вот у нас сегодня тема будет урока? Вот как вы думаете? Я думаю, что сегодня мы будем говорить о доброте. Спасибо большое за ответ. И действительно, мы сегодня на уроке будем говорить о доброте. И наша тема звучит «Мир доброты, мир добра». И сейчас я бы хотела, чтобы вы ответили на следующие вопросы. Что такое добро? Добро – это добрые поступки, которые должен сажать человек. Например, помочь бабушке перейти через дорогу и протянуть руку помощи другу в трудный момент. Спасибо большое. Следующий вопрос наш. А что такое доброта? Доброта – это мир во всем мире. Спасибо большое за ответ. И следующий вопрос. Вот у меня к вам такой. Встречали ли вы вообще на протяжении всей своей жизни добрые поступки? Когда мы с мамой переходили дорогу, я видела, как мальчик помог бабушке перейти перекресток. Однажды мы с мамой ехали в автобусе из магазина. И у нас были тяжелые пакеты. И мужчина сидел в автобусе, и он нам уступил место. И последний вопрос по нашей теме. Скажите, пожалуйста, а легко ли совершать добрые поступки или трудно совершать добрые поступки? Я думаю, что легко совершать добрые поступки, потому что это легко. И я могу привести вам один пример, когда мой одноклассник попросил меня помочь с проектом, и я с радостью согласился. И от того, что я ему помог, мне было приятно, и ему тоже. Мне кажется, добрые поступки совершать легко, так как мы с мамой один раз ехали на машине и чуть не раздавили щенка, но мы его подобрали, помыли, накормили и отдали своим родственникам, так как они нуждались в собаке. Мне кажется, совершать поступки добрые очень легко, потому что я могу привести один пример. Когда мы с моей сестрой и ее подругой ехали в автобусе, то в автобус зашел мальчик и его бабушка. И поэтому мы встали и освободили два места. Я тоже так считаю. Ведь когда мы с родителями возвращались с парка домой, в яме мы увидели маленького котенка. Он мяукал, мы его отпустили. Таким образом мы помогли ему выбраться из ямы. Спасибо, ребята, большое за ваши ответы. И действительно, доброта — это чувство, которое идет изнутри. И совершать поступки на самом деле очень легко. Если сердце человека наполнено отзывчивостью, милосердием, то доброту очень легко отдавать и очень легко совершать добрые поступки. А теперь я бы хотела, чтобы вы обратили свое внимание на цитату, и она звучит следующим образом. «Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой», написал ее Марк Твен. Вот скажите, пожалуйста, о чем здесь идет речь? Я понимаю этот цитат так, что каждый человек имеет право почувствовать доброту. Я понимаю эту цитату так, что доброта — это чувство души, которое исходит изнутри. Поэтому он может услышать глухой и увидеть слепой. Я думаю, что доброту может услышать глухой, потому что ее доброту можно почувствовать. И это очень приятно, когда тебе делают доброту. Я понимаю этот цитат так, что можно взять, к примеру, незрячего. Хоть он не видит, но он может почувствовать своей душой. Например, как его можно перевезти через дорогу, сказать номер автобуса, название улицы и так далее. Спасибо большое за ответы. Ответы были очень достоверными, очень правильными. Я очень рада тому, что вы поняли смысл данной цитаты. И действительно, добро и доброту мы можем почувствовать через наши поступки, через наши отношения к людям. И сейчас у нас с вами будет творческое задание. Вам необходимо будет создать планету доброты. Великий педагог Василий Сухомлинский писал, «Ребенок по своей природе — пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках». В сказке и игре, в собственном творчестве, в красоте, в одушевляющей его сердце, в стремлении делать добро людям. Населяя окружающий мир фантастическими образами, создавая эти образы, дети открывают не только красоту, но и истину. Наша планета называется «Смайл», потому что она несет позитив, она теплого цвета и несет добро. На планете живут добрые человечки. Они всегда приходят на помощь в трудную минуту. На этой планете люди живут только в мире из согласия. Каждое утро они встают и пожимают друг другу руки. Пожимание друг другу рук дает им немножко позитива и добра. У них есть свои правила. Они никогда не врут и не воруют. Наша планета называется «Мир во всем мире», так как на нашей планете живут маленькие, добрые и дружные человечки. У нас на нашей планете всегда помогают переходить дорогу, всегда протягивают другу помощи и всегда помогают друг другу. Мы рады, что на нашей земле живут такие люди, и наша земля существует под целой вселенной. Мы хотели, чтобы на нашей земле существовало больше таких людей, дружелюбных, таблинивых и взаимопонимающих. Мы назвали нашу планету светлячок. Мы назвали ее так, потому что на ней живут радость, любовь, трудолюбие и много чего другого. Жители планеты светлячок не видят смысла быть грустными, потому что нельзя расстраиваться из-за простых вещей. Все жители помогают приезжим, помогают ими с переездом и всеми легкими вещами. На нашей планете всегда светит солнце. Внутри нашей планеты живет светлячок, поэтому всегда светит солнце. Но раз в три года светлячок засыпает, поэтому один месяц идет снег. Каждый год все жители этой планеты собираются к центру планеты и празднуют праздник светлячка. Жители нашей планеты живут в доброте и любви. Их приветствие начинается с улыбки. Они живут счастливо и очень долго. Законах на планете светлячок не очень много. Например, надо жить всегда в мире и доброте. Нельзя красть, можно просто попросить. Нужно быть всегда вежливым, говорить доброе утро, доброй ночи, приветствовать, уважать друг друга. Ребят, мы сегодня с вами говорили о добре. Мы очень подробно рассмотрели, мы раскрыли понятие, что такое добро. И действительно, добро – это то качество человека, оно бескорыстное, оно идет от души. И делая людям добро, мы получаем только позитивные эмоции. И я очень рада, что вот здесь, на наших с вами работах, да, вы пожелали очень много пожеланий людям. И мне бы тоже хотелось вам сегодня пожелать и добра, и здоровья, и счастья, и успехов. Чтобы вы радовали себя, своих друзей, родителей. И этот урок мне бы хотелось закончить песней. От улыбки в мурый день землей, от улыбки в небе радует, кто проснется. Поделись улыбкой своей, и она в течение раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.